Большой спектр МРТ и КТ-исследований, в том числе с контрастным усилением, ежедневно в клинике Томография на Весенний 10. КТ-ангиография артерий нижних конечностей, онкопоиск, исследование всего тела. Бесплатная консультация врача-рентгенолога и заключение опытных врачей-диагностов. Мы находимся по адресу Весеннее 10. Запись на исследование по телефону 8 800 101 8031 или 75 7031. Можно писать в WhatsApp и Telegram 8 939 840 8031. Здравствуйте! В эфире новости. С вами в студии Олеся Акинфеева. Смотрите выпуски главной темы. Металлист отметил 80-летие. Одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России встречало юбилей в торжественной обстановке. Особое внимание к причинам возникновения и развития атеросклероза, гипертонии и шимической болезни сердца. В Серпухове провели врачебную конференцию. Пора выплачивать долги. Судебные приставы наведались к злостным неплательщикам в гости. Строго по расписанию. Глава Серпухова Сергей Никитенко проверил работу компаний, перевозчиков и филиалу Мострансавта в городском округе. Следуют ли автобусы по своим маршрутам четко по графику, узнавала наша съемочная группа. В Серпухове автобусы следуют по 49 маршрутам, и каждый из них должен работать строго по расписанию. Этот вопрос глава городского округа Сергей Никитенко обсудил с руководителями компании перевозчиков Николаем Пушкиным, Вячеславом Ореховым и директором филиала межмуниципального автотранспортного предприятия номер 5 Владимиром Шилиным. В филиале Мострансавта Серпухова вопрос с перевозками пассажиров на общественном транспорте и соблюдением графика эффективно решают совместно с администрацией. В ОМОстрансавте введена программа по набору водителей, которая помогает иногородним устроиться на работу. Это помощь в трудоустройстве, это помощь в замене водительских прав, это помощь материальная при снятии жилья, подъемные также, если человек иногородний. То есть очень отпуск 42 дня. Мониторинг выполнения транспортной работы в Серпухове осуществляется на постоянной основе по данным из региональной навигационной информационной системы Московской области. Доступность и качество здравоохранения. Глава городского округа Серпухов проверил стандарты оказания медицинской помощи в третьей поликлинике. Сергей Никитенко пообщался с руководством и коллективом медучреждения, ознакомился с материально-технической базой. Ежесуточно в третью поликлинику на улице Ворошилова за помощью обращается около 250 человек. Всего закреплено за этим учреждением около 30 тысяч пациентов. Несказанно большая нагрузка на врачей. Центральная поликлиника, всем удобно здесь, потому что транспортное сообщение, очень удобно сюда. Поэтому даже те пациенты, которые прикреплены к другим поликлиникам, им удобно сюда ходить. Вообще, эта поликлиника у нас по количеству прикрепленного населения самая большая. Сергей Никитенко ознакомился с материально-технической базой. В медучреждение недавно поступило новое оборудование в кабинет офтальмолога – компьютерный бесконтактный тонометр и рефрактометр. В скором времени поликлиника номер 3 станет участником проекта «Перезагрузка». Этот стандарт позволяет сделать обслуживание в медучреждении более эффективным и удобным для пациентов. Сейчас запись к врачам ведётся по номеру единого колл-центра 122, а также через личный кабинет на госуслугах или на сайте Мосрек. Для удобства пациентов здесь установлены информаты. В поликлинике ведут приём кардиолог, хирург, лор, невролог, эндокринолог. И попасть на приём к этим специалистам стремятся многие жители городского округа. Избавиться от очередей и сделать запись более доступной к узкопрофильным специалистам поможет открытие новой поликлиники в Ивановских двориках. «Мы планируем после открытия новой поликлиники, возможно, часть узких специалистов перевезти туда, а здесь, соответственно, уже будет сконцентрировано первичное звено. То есть это терапевт, хирург, невролог, ЭКГ, чтобы немножечко здесь, так скажем». Глава городского округа обещал рассмотреть варианты удобной организации транспортных сетей для большинства жителей округа после открытия новой поликлиники в Ивановских двориках. Серпуховскому заводу «Металист» 80 лет. Это одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Завод с передовыми разработками, на котором трудятся династии. Свой день рождения предприятие отметило во Дворце культуры России. Было много поздравлений и тёплых слов пожеланий. Завод «Металист» сегодня один из лидеров машиностроительной отрасли, надёжный тыл и опора российской армии. А его команда – это сплочённый коллектив единомышленников. Светлана Бочарова пришла работать на предприятие 37 лет назад. Продолжила семейную династию. «Я пришла ученицей контролёра в цех номер 6 механической обработки деталей. Ну и потом потихоньку-потихоньку была контролёром, потом перевелась в отдел технической документации. Ну, от техника, инженера, потом ведущий инженер, потом начальник отдела. У меня родители здесь работали, и бабушка, и дедушка. Поэтому всё связано. Я живу в этом районе металлиста, и поэтому мы строили наш дом, и Россию строили». Электродвигатели различного назначения, изделия для космической отрасли, известные на всю страну пылесос «Тайфун» и мясорубка «Флора», ещё позже медтехника для стоматологии, электродвигатели для погружных насосов артезианских скважин и ещё многие виды гражданской оборонной продукции. Сегодня ведущий производитель лазерных гироскопов и навигационных систем. Завод «Металист» входит в холдинг высокоточной комплексы госкорпорации «Ростех». Участвует в новых проектах Министерства обороны и максимально обеспечен заказами до 2030 года. «Предприятие динамично развивается. Предприятие очень нужное для страны, особенно в это время. Предприятие делает востребованную продукцию и будет её делать. Я надеюсь, что мы с вами увидимся ещё через 80 лет. Мы очень неплохо диверсифицировались. Наши изделия, они востребованы во многих образцах техники. Мы нарастили в десятки раз. выпуск востребованной техники. Мы действительно, я считаю, что мы на правильном пути вместе с коллективом». Сегодня здесь работает порядка тысячи человек. Приходят после окончания вузов и колледжи молодые специалисты. «Постоянное сотрудничество с колледжем Ситуховским. Действительно наставничество, которое молодым помогает адаптироваться. Социальные различные программы, которые помогают молодёжи спокойно себя и уверенно чувствовать и в сегодняшнем, и завтрашнем дне». Евгений пришёл работать на металлист сразу после института, ровно пять лет назад, в день рождения предприятия. Молодой специалист мечтал о поступлении в МГТУ имени Баумана. Получил целевое направление от завода. «Я считаю, что, во-первых, это очень хороший старт для молодых специалистов. Можно получить неоценимый опыт от ветеранов, которые у нас работают, от уже состоявшихся специалистов. И в то же время обрести, наверное, интересную и, можно сказать, хорошо оплачиваемую работу». На торжество в честь 80-летия пришли поздравить трудовой коллектив глава городского округа Сергей Никитенко, начальник филиала военной академии РВСН имени Петра Великого Андрей Морозов, представители Совета депутатов Серпухова, НПО высокоточной комплексы, завода РАТЭП, Серпуховского колледжа, ветераны, металлиста. «Все эти 80 лет, просто вдумайтесь вот в эту цифру, 80 лет, страна доверяла именно вашему коллективу самое важное, самое ответственное трудовые задания. Вы работали на благо обороноспособности и защиты нашей страны. И в настоящее время, уважаемые сотрудники завода «Металист», вы выполняете очень важные государственные задачи, которые так нужны нашей стране в это непростое время». От имени губернатора Московской области Андрея Воробьева поздравительный адрес вручили генеральному директору АО «Серпуховский завод «Металист»» Дмитрию Фалину, лучшим сотрудникам предприятий вручены награды различного уровня. Череда поздравлений и теплых пожеланий в адрес завода со сцены звучали более часа. По завершении официальной части ждал еще один подарок – выступление звезд российской эстрады Владимира Преснякова и Натальи Подольской. В Центре поддержки военнослужащих и членов их семей состояла встреча учащихся 18-й школы и бойца СВО из Пущино, который в настоящий момент находится в отпуске. Моя коллега тоже присутствовала на встречу. Алексей ранее служил в МВД, в ОМОН. Приходилось бывать в горячих точках. В СВО с октября 2022 года. Он снайпер, позывной курьер. В отпуск пришел впервые. Школьникам рассказал о своей работе, о возможностях современной техники. Вы представляете, что видит дрон? Он машину с фармой видит за 30 километров. Вот просто представьте. Артиллерия противника по дымке – 15 километров. Вы можете представить, что я отсюда наблюдаю в Пущино, как едет машина? Пехоту видно за 5 километров. Учащийся 8-го В-класса Артем Кисель с бойцом СВО общается впервые. Вопросов много. Я впервые слышу реальные слова человека. Не в телевизоре, а именно в живую. Неприятно очень. Я буду рассказывать всем своим родственникам, что я смог встретить такого человека. Совсем недавно ребята собрали в школе макулатуру около 4 тонн. А на полученные деньги купили бойцам СВО подарки. И передали Алексею и его сослуживцам. В том числе и письма от учащихся младших классов, написанные порою с ошибками, но очень искренне. Две недели. Ну, этого мало. Хотелось бы больше, ну что поделать. Там мы нужнее сейчас. Тут всё хорошо, даже горячая вода есть. Привыкнуть в тишине пока сложно. Ну и не стоит, наверное, к себе привыкать пока. В завершение встречи ребята примерили боевую каску бойца. Сфотографировались на память и пожелали Алексею вернуться домой живым и здоровым. Новые методы комплексной диагностики и лечения обсудили ведущие кардиологи и липодологи региона и Калужской области. Врачи из Серпуха, Пущино, Чехово, Портвино и Обнинска особое внимание на конференции уделили причину возникновения развития атеросклероза, гипертонии и ишемической болезни сердца. Инфаркт миокарда, инсульты, гипертония, атеросклероз. Ведущие кардиологи и липидологи Московской и Калужской областей констатируют. Несмотря на достижения отечественной медицины, эти заболевания значительно помолодели. Причина возникновения в основном повышенный уровень холестерина. У нас есть абсолютно все подходы, которые есть сейчас во всем мире, имеется в виду в развитых странах, к которым мы, естественно, относимся. У нас есть все те же препараты, что есть в Европе. У нас есть препараты, которые раньше считались совершенно удивительными. Теперь у нас есть препараты, которые позволяют существенно снизить уровень холестерина, когда это необходимо. И есть в том числе препараты, которые самые последние используют достижения науки для создания этих препаратов. Врач-кардиолог, липидолог, заведующий кардиологическим отделением больницы Пущинского научного центра РАН Александр Сусликов настоятельно рекомендует правильно питаться, причем не отказываться от мяса и сала, побольше ходить пешком и, конечно, периодически проводить чек-ап своего организма. Даже если человек совершенно чувствует себя здоровым, необходимо сделать чек-ап. То есть какие-то базовые исследования, записать кардиограмму, сдать анализы. Ну а дальше уже, если будут выявлены какие-то уже симптомы болезни, мы предложим уже более глубокое обследование в условиях стационаро-молоторна. Так что мы очень рады будем видеть всех наших земляков у нас на приеме. Мы стараемся сначала обследовать пациента, назначить ему правильное лечение и в том числе отдать какие-то советы по питанию. Александр Сусликов принимает пациентов в Серпухове в клинике Аксиомед, где современное оборудование экспертного класса позволяет проводить высокоточное обследование и диагностику комплексно. Пациент может не только получить консультацию от высококвалифицированного специалиста, а также сделать эхограмму, кардиограмму сердца, УЗИ сосудов шеи, щитовидной железы в одном месте. Огромных успехов достигла сегодня российская кардиология, то есть научили лечить инфаркт миокарда. Наша задача сделать так, чтобы люди, во-первых, следили за своим здоровьем, здоровый образ жизни, высокая физическая активность, правильное питание, дружба с врачами. В клинике Аксиомед работают врачи из Москвы, Подмосковья с большим опытом работы. Прием ведут невролог, терапевт, травматолог, ортопед, кардиолог, эндокринолог. Задача специалистов – выявить причины заболеваний, устранить их, а не назначить множество лекарств и процедур, которые лишь ненадолго снимают симптомы. Одно из важнейших направлений клиники – превентивная медицина или ранее выявление – своевременная коррекция дисбаланса в организме, которая приводит к различным заболеваниям, патологиям и их осложнениям. Для этого проводится гемосканирование. Это современный высокоэффективный метод диагностики организма по капле крови. Он позволяет оценить состояние элементов крови и плазмы. Гемосканирование показывает состояние иммунитета, уровень насыщенности кровью ферментами и микроэлементами, склонность к инсультам, инфарктам, онкология. После гемосканирования врачами медицинской клиники «Оксиомет» составляется индивидуальная программа восстановления организма. Записаться на прием можно через интернет, на официальном сайте клиники, а также по телефону, который вы сейчас видите на экране. Долг платежом красен. Сотрудники службы судебных приставов и представители управляющей компании провели рейд по взысканию задолженности по коммунальным платежам. Как отреагировали злостные неплательщики? Все подробности в репортаже. Судебные приставы на пороге – закономерный итог неуплаты долгов. В этой квартире по улице Межжевая прописаны 4 человека, и никто из них не считает нужным платить за коммунальные услуги. Сумма – почти полмиллиона. После недолгих препирательств должник понимает, что конфискации не избежать. Я буду вынуждена сейчас у вас имущество обеспечить. Какое? Стиральную машину, микроволновку, телефон, мы все заберем. То, что могут конфисковать приставы, не покроет даже сотой доли долговой суммы. В присутствии должника и понятых из этой квартиры могут забрать только старенькую микроволновую печь и стиральную машинку. Вы оплатите определенную сумму, я вам скажу. Да что платить-то? И все заберете? Это тысячелетнее вообще. Посмотрите, вы внушли, посмотрите, она вся облета. Я вам оставлю размещение. Старую бытовую технику отправили на хранение в управляющую компанию, откуда можно будет забрать имущество после оплаты долга. Ну пока ничего не забирайте, заплатим мы за оплату. Я к вам прихожу не первый раз. Не такие суммы. Навещать должников представителям управляющих компаний с приставами приходится часто и идти на крайние меры, когда предупреждение не действует, описывать имущество. Суммы у жильцов большие – от 400 тысяч до полутора миллиона. Дочь у вас работает. Второй день работает. Ну какая работа? Я вас завтра жду, либо вас, либо вашу ручку. Подобные рейды проводятся регулярно, так как сумма общего долга перед управляющей компанией, которая приняла участие в рейде, свыше 100 миллионов рублей. Одним должникам выносят предупреждение о возможных санкциях, другим – жесткие решения с конфискацией имущества, арест банковских счетов и запреты на сделки с имуществом. Приставы советуют не копить долги, их все равно нужно будет погасить, несмотря на суммы. Рейды по торговым объектам результативны. Один из самых недобросовестных предпринимателей летнего сезона магазин на улице Ворошилова заметно преобразился. В ходе повторного рейда это отметили сотрудники административной комиссии. С самого начала лета у нас было крыльцо, вы его сделали, мы вам за это благодарны. Проблемы с входной группой и крыльцом у торгового объекта, расположенного в центре города на Ворошилово 142, были серьезные. В удручающем состоянии находились ступеньки. При виде такого безобразия первое, о чем подумали проверяющие – не на ремонте ли находится магазин. Несколько раз административная комиссия выезжала сюда, и вот, наконец-то, перемены произошли. Крыльцо восстановлено. А поручни вы планируете когда сделать? Весной. Весной? Да. А если сейчас вот обледенеет, это вот по такому вот можно будет подняться? Все предусмотрено, внутри уже греющий кабель установлен. Так что волшебным ступенькам ни снег, ни наледь не страшны. Для полного порядка необходимо еще урну установить при входе в магазин, напомнили проверяющие. К торговым объектам, расположенным по соседству у административной комиссии, было гораздо больше претензий. Увы, в центре города, у этого магазина, постоянно образуются мини-свалки. Зона дебаркады, наверное, не убрана. И вот часть уже тех коробок, которые тщательно не сложили, не связали, она уже вот, видно, птицами или кем-то разбросана и лежит на прилегающей территории. Уже не говоря про мелкий смет, про мелкий мусор. Не украшают торговый объект и остатки наклеенных на входную группу рекламных объявлений. В ходе осмотра других магазинов на Ворошилово и Советской опять обнаружены многочисленные, совсем неживописные росписи на фасадах объектов. Многие собственники, придя на работу в положенное время и открыв свои торговые объекты, не заметили эти граффити, что вызывает некоторые вопросы. Очень странно, почему мы должны приезжать и показывать, что вы допускаете нарушение правил благоустройства. Также хочу напомнить индивидуальным предпринимателям, что с 1 ноября начинаются зимние работы. Нужно запастись или песка смесью, ступеньки с солью обрабатывать, обязательно не допускать наледи. Зима ведь уже не за горами, надо к ее приходу подготовиться, чтобы выпавший снег и похолодание не стали неприятной неожиданностью и не осложнили работу торговых объектов. По прогнозам, на следующей неделе ночью будет заметно похолодание, уже до минус 9. И опять возникает вопрос, почему предприниматели начинают наводить порядок только после напоминания административной комиссии? Ведь от того, как выглядит магазин, зависит и наплыв покупателей. 35 лет мечты и вдохновения в музейно-выставочном центре открылась сегодня юбилейная выставка художественно-графического отделения, которая была открыта в 1988 году по инициативе директора колледжа Александра Лысикова. И стала кузницей художественно-педагогических кадров не только для всего Южного Подмосковья, но и для всей страны. На экспозиции представлено порядка 150 дипломных студенческих работ разных лет. В круглом зале музейно-выставочного центра представлены плоды 35-летнего существования художественно-графического отделения Губернского колледжа. Всё это время он развивался сам и готовил достойных учителей изобразительного искусства и черчения. Огромный вклад в развитие отделения несли педагоги-художники Александр Курочкин, Алексей Простяков, Тамерлан Кадоев, Юрий Кучинов. Это люди действительно вкладились в нашу историю Губернского колледжа. В колледже работают семь педагогических династий. Две из них на художественно-графическом отделении. Елена и Александр Зудилины стояли у истоков его создания. Другая – супруги Игорь и Елена Ипатовой, которые в сентябре стали победителями областного конкурса педагогических династий. Они пришли преподавать в колледж чуть позже, в 1990 году, в непростое для страны время. Тогда многие педагоги уходили из учебных заведений, оставляли преподавательскую деятельность. Мне как-то было жалко образование и думала, если мы уйдем, кто же будет Россию поднимать. Это не банально, это вот сирену было вот так вот. Все уезжают, бросают. Думаю, а кто будет вообще воспитывать людей? Что у нас останется тогда? Поэтому решили поднимать наших детей. Современные студенты, они, конечно, немножко другие студенты, но очень талантливые дети. Мы их очень любим. Надеемся, что они нас любят. У нас очень много выпускников. И Россия же славится своими учениками. Гордость художественно-графического отделения и педагоги. Здесь всегда работали и работают люди, беззаветно преданные искусству и образованию. Они в каждом студенте находили талант, мечты и вдохновение. И помогали развивать и приумножать их. Такие прекрасные педагоги у нас были. Вот Царствие Небесное Наталья Алексеевна, которая преподавала у нас историю искусств. Это просто бесподобный был педагог. Человек. Она нас просто научила быть художниками, научила жить как художники. Не просто как обычные люди. Им большое благодарность за это. Все эти знания, которые мы получили на художественно-графическом отделении, они мне в жизни очень помогли. И я работала педагогом дополнительного образования, преподавала у детей рисование, у маленьких детей, у детей школьного возраста. И сейчас я педагог международной школы рисования. И сейчас мы обучаем именно взрослым. Рисовать никогда не поздно, начинать никогда не поздно. На выставке представлены дипломные работы студентов разных лет выпуска. Это всего лишь сотая часть всего методического фонда художественно-графического отделения, который за все эти годы собрал более 5000 наименований, картины, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства. С таким запасом можно смело открывать свой музей. Я сегодня сказал такую идею, и студенты это поддержали, что продолжить очень хорошую идею, которая у нас картинная галерея под открытым небом на улице Советской. Но самое главное, что студенты, у них сразу улыбки и реакции, я их понял, что они одобряют, что их творчество не только в стенах колледжа будет представлено, а будет за пределами колледжа. В продолжении этой идеи картинной галереи под открытым небом создать такую картинную галерею по улице Фирсова от нашего общежития с учетом территории седьмой школы и парка «Питомник». Художественно-графическое отделение Губернского колледжа основано в 1988 году по инициативе директора Александра Лысикова. За 35 выпусков тысячи молодых специалистов влились в систему образования и культуры нашего города. Если составить, мне кажется, карту выпускников отделения, то она паутиной опутает очень-очень большую территорию. Более того, каждый выпускник – это изюминка, это человек творческий, человек активный. Выставка «35 лет мечты и вдохновения» – своеобразная ретроспектива творческих поисков, неожиданных сюжетов и тем. В них отражены интересы и пристрастия выпускников, их любовь к определенному жанру, техники исполнения, но главное – они наполнены атмосферой сотрудничества и сотворчества педагогов и их учеников. Любимый детский персонаж Хрюша снова в Серпухове. В воскресенье в 12.00 на сцене ДК России пройдет кукольно-музыкальное шоу для всей семьи «Вместе весело споем». Уникальная программа позволит зрителям вживую познакомиться с образами популярных персонажей знаменитой вечерней сказки, мультсериалов, а также с героями известных детских книг, на которых выросло и воспитывалось не одно поколение маленьких зрителей центрального телевидения СССР и России. Для детей выступит артистка кукольного театра, удостоенная звания лауреата Государственной премии, народная артистка Башкирии Венера Рахимова, а также известный иллюзионист Анатолий Неметов с магическим шоу. Свои хиты исполнят и популярные «Барбарики». Программа посвящена памяти народных артистов России Владимира Шаинского и Евгения Крылатова. Продолжительность представления 1 час 10 минут без антракта. Рекомендовано зрителям не младше 5 лет. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Отслеживайте информацию на сайте телекомпании, на сайте администрации, в социальных сетях. Всего самого доброго и отличных выходных. Диагностика и предотвращение серьезных заболеваний без боли и стресса. Помощь врачей с мировым именем в шаговой доступности. Прием ведут опытные колопрактологи, гастроэнтерологи, флебологи, гинекологи. Высокоточное экспертное оборудование. Гастроскопия, колоноскопия во сне. Малоинвазивная хирургия. Подготовка к исследованиям в стационаре одного дня. Быть здоровым просто. Запишитесь на прием прямо сейчас. Адрес город Серпухов, Московское шоссе 82А. Телефон 8-967-555-0637. Фактор долголетия клиника, которой вы доверяете. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok